Возродить олимпийский вид борьбы в массах. Об этом мечтает русский медведь Александр Карелин. Переломный момент развал советской эпохи, всенародная растерянность и смена приоритетов. Вернуть молодое поколение на борцовский ковер, лучший атлет 20 века, считает личным долгом. Начинать принято с истоков. Ульяновская область – родина греко-римских чемпионов с уникальной воздушной техникой борьбы. Броски про димом, броски через спину. У вас по-настоящему сильные мастера, и они сегодня способны передавать свое мастерство тем, кто придет, чтобы попробовать в этой сложной череде чемпионов оказаться. По предложению губернатора области в 2021 году Александр Карелин станет послом регионального года детского спорта. Привлечь, убедить людей, должно своим примером. Все остальное сложно объяснимо. Понятно, что грешно отказываться от бюджетных возможностей, от новых залов, о чем вы сказали, от новых кругов на мягком покрытии под названием борцовский ковер. Но очень важно, чтобы и федерация, как правосоюз, была готова и дееспособна, чтобы воспринять эту заботу государства и воплотить это в звоне медалей. Известный во всем мире Ульяновской школе Анатолия Винника в этом году 74. На сегодняшний день это больше 2000 спортсменов. Только за последние два года сразу несколько чемпионов прославили регион на международных борцовских коврах. Подготовлено 20 мастеров спорта России и больше сотни борцов-разрядников. Ежегодно из областного бюджета выделяется порядка 3,5 миллионов рублей на проведение всероссийских и региональных соревнований. Мы хотим вот этот потенциал, который существует на территории Ульяновской области, он был в полной мере востребован и возрожден. Для этого мы придадим новый импульс развития этого некогда популярного и очень важного вида спорта, где Россия доминировала в международных спортивных аренах. И у нас для этого есть все возможности. Дополнительный толчок к развитию в регионе борцовских единоборств даст специализированный центр борьбы. Такое должен появиться в Ульяновске в 2021 году. Тогда же в области начнет реализовываться проект «Борьба в школу». Накануне соответствующее трехстороннее соглашение подписали профильные министерства с Ульяновской областной федерацией спортивной борьбы. Это программа поддержки общеобразовательных учреждений и внедрения туда учебной программы 1-й и 4-й класса. Это на первом этапе мы планируем для занятий физической культуры. На первом этапе программа заработает в 10 школах города и области. Равняться планирует на успешный опыт коллег из Башкортостана. Уроки физкультуры с элементами греко-римской борьбы уже проводят в 46 башкирских школах. В дальнейшем борцовские техники планируют использовать для реабилитации людей с ДЦП. На данный период времени у нас, я уверен, сложилось все-таки преемственность поколений. Появилась молодежь, появилось понимание того, что в современных условиях надо развиваться по-другому, а кадры решают все. И мы начинаем потихоньку отвыкать от советского наследия потребительского отношения ко всему. Мечта Ульяновской Федерации борьбы – открыть кружки и секции в каждом уголке области. На сегодняшний день функционируют 30 организаций дополнительного образования по греко-римской и вольной борьбе. Для привлечения кадров, по примеру программы «Земский доктор» планируют разработать проект «Земский тренер». Яна Федорищева, Руслан Баталов, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.